Итак, у кого из вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, в котором сокрыта бездна, богатство, премудрость и ведение Божиих, которое Бог с каждым часом, с каждым днём, ищущим Его лица, познание о Боге, открывает всё более и более. Матфея, глава 5, стихи 45-48. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Мы уже не раз уясняли, что это обетованная заповедь. «Является наследием святых всех времён, и адресована эта заповедь Христом исключительно и сугубо только своим ученикам, а посему люди, не признающие над собою власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имеют и не могут иметь». Имеется в виду, что они должны признать человека, посланного Богом, а не выбрать сами себе человека, который бы льстил их слуху. И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призваны преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы законом умерли для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего, чтобы таким образом получить утверждение своего спасения в новых скрижалях завета в формате закона Духа Жизни, чтобы дать Богу основание не прежним законам даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как он это даровал Авраму и семени его. «Ибо незаконом даровано Авраму или семени его обетование быть наследниками мира, но праведностью веры» Римлянам 4.13. Мы отметили, что праведность веры определяется по послушанию нашей веры в вере Божией, представленной в благовествуемом слове посланников Бога, во главе с человеком, представляющим для нас отцовство Бога. А посему обетование мира Божьего дается только тем людям, которые повинуются порядку Бога, в соответствии которого Бог посылает нам свое слово через уста своих посланников. Таким образом, завет мира в сердце человека – это результат послушания его веры, вере Божией, в словах посланников Бога. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по которым нам следует судить и испытывать, что мы являемся сынами мира, а, следовательно, и сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого признака. Это по способности облекать свою сущность в святую или же в избирательную любовь Бога. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Колоссянам 3, 14, 15. Мы отметили, что, исходя из данного изречения, владычество мира Божьего, в наших сердцах возможно только при одном условии – если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем обличены в эту избирательную любовь. В избирательной любви Бога, которая является благостью Бога, сокрыты благие, прекрасные, вечные и непостижимые для нашего разумения цели и дела Бога, призванные выстраивать уникальные и мирные отношения Бога со своими детьми. Однако, чтобы прийти более к практической конкретике в отношении избирательной любви Бога, мы решили рассмотреть характер и свойства избирательной любви Божией в свете семиземных неземных достоинствах, которые представлены Духом Святым в Писании через благовествуемое слово апостолов и пророков. 2 Петра 1, 2, 8 – это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Иногда эти свойства в христианском мире называют «лестница к Богу». Если нет этой лестницы у человека в сердце, он не попадет к Господу, он попадет совершенно в другое место. «А посему каждая из семи достоинств, плода добродетели, которые мы призваны принести к Богу, содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они растворены друг в друге, проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга. Во-вторых, данные достоинства призваны являться нравственными совершенствами и эталонами, присущими исключительно естеству нашего Небесного Отца. В-третьих, данные достоинства являются великими и драгоценными обетованиями, дарованными нам через Христа Иисуса и во Христе Иисусе. В-четвертых, данные достоинства являются нетленным сокровищем и богатством, которым мы призваны обогатиться. В-пятых, войти в наследование данных достоинств мы можем только через принятие силы Святого Духа или же через принятие Святого Духа в свое сердце, как Господа и Господина своей жизни. В-шестых, средства, которые мы призваны задействовать для принятия силы Святого Духа – это послушание нашей веры, вере Божией. То есть, вера Божия является средством, которым мы призваны задействовать. Вера Божия исходит из информации слышанного слова «вера» от слышания слова «божия». В-седьмых, через наследование этих великих и драгоценных обетований мы делаемся причастниками божеского естества. Ибо избирательная любовь Бога, выраженная в семи неземных достоинствах и характеристиках, ничего общего не имеет и не может иметь с природой человеческой любви, исполненной эгоизма, порока, корости и непостоянства. Всю этого именно избирательная любовь Бога в формате семи неземных достоинств призвана воцарить воскресение Христова в наших телах и обречь наши тела воскресения Христова в лице нашего нового человека в измерении времени, прежде нежели мы будем восхищены в средине Господа на облаках. Совокупность совершенств, избирательной любви Божией по отношению к семи, достоинствам благости Бога или добродетели, которые мы призваны принести в достоинстве плода, безусловно. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, безусловность избирательной любви Бога в семи достоинствах и добродетели отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, его всеведением и его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в порочных, корыстных и эгоистических целях человека. В то время как толерантную любовь человека к человеку весьма удобно использовать в корыстных и эгоистических целях. Вот как на страницах Писания определяется крепость любви Божией, и это не единственное место. «Положи меня, как печать на сердце Твое, как перстень на руку Твое, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность этой любви, стрелы ее, стрелы огненные, а на пламень весьма сильный, большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Песня, песня 8, 6, 7. «Мы определили, что степень любви Божией определяется и познается по степени силы ненависти Божией ко злу и злодеям, творящим зло. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя Божий Бог Твой елеем радости, боли соучастников Твоих». Евреям 1, 9. И еще. «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет». То есть там написано, «Он посылает дождь на праведных и неправедных». «Дождем прольет он на нечестивых горящий угли, огонь и серу, и палящий ветер их долей с чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведник». Апсалом 10, 5, 7. То есть праведных Господь благословляет своими дождями, а нечестивых губит. Праведных Он ласкает своим светом, а нечестивых сжигает своим солнцем. Только любя то, что любит Бог, и ненавидя то, что ненавидит Бог, мы сможем выразить реакцию Бога на добро и на зло. Ибо избирательная любовь Бога по своей неизменной природе в формате семи сверхъестественных достоинств призвана привести нас в полноту возраста Христова или же в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. Учитывая при этом, что семь достоинств добродетели не имеют аналога в земном измерении человеческого лексикона. Мы не можем найти определение любви Божией Агапи ни в каких человеческих словарях. Любовь Божия является основанием, стержнем и атмосферой нравственного и незыблемого закона, который раскрывает в нашем сердце сущность Небесного Отца и сущность Царства Небесного. И это не все. Любовь Божией Агапи – это суверенная любовь, которая является безусловной только по отношению к тем человекам, которых она избирает волей изъявления своего предузнания и предопределения. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями. Римлянам 8, 29. Благодаря своей суверенности избирательная любовь Бога никогда не нарушает суверенных прав в отношениях с теми человеками, которых она избирает, и никогда не позволяет нарушать суверенные права своих собственных границ, обусловленных полящей святостью. В определенном формате мы уже рассмотрели проявление избирательной любви Бога в достоинствах добродетели, рассудительности, воздержания и терпения и остановились на рассматривании недостоинства любви Божьей в тайне ее величественного благочестия. И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофея 3, 16. Таким образом, именно по проявлению признаков плода благочестия призвано идентифицироваться подлинность любви Божьей Агапи как в сердце человека, так и в его мыслях, в его словах, в его поступках, и что важно также в манере его одеяний, одежды, которые не должны вызывать низких инстинктов противоположного пола. Существует коренное отличие благости Бога в его благоволении к человеку от благочестия человека, которое он призван показывать в своей любви к Богу, в своем благоволении к Богу. Так, например, благочестие человека – это его благорасположение к Богу, его благоволение к Богу и его благодарность к Богу. Благочестие человека – это способность презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Благочестие человека – это способность подражать Христу и мыслить о горнем, искать Бога в его благой, угодной и совершенной воле. А вот благочестие Бога, направленное по отношению к человеку, это его благость, благо, его благоволение и его благорасположение. То есть в ответ на благоволение человека Бог являет свое, свою благодарность. Это его благосклонность, его милостивление, его благодарность, его благодать, Его доброе дело, Его благое деяние, Его добро в Его абсолютном смысле. Как Старый, так и Новый Завет определяют достоинство любви Божией в дисциплине благочестия как одной из самых величайших тайн самого Бога, который защищает и делает любовь Божию невозможной для подделок и фальсификаций. Несмотря на такие характеристики, призванные обуславливать характер благочестия, существует подлог благочестия, который будет противостоять истинному проявлению благочестия. Имеющие вид благочестия силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. 2 Тимофея 3,5. Не сообщайся с такими, удаляйся от таких. Если мы не разорвем отношения с людьми, имеющими вид благочестия, и не будем от них удаляться, то не развратят наше благочестие, состоящее в наших добрых нравах, в силу чего мы вместе с ними унаследуем уготованную им погибель. В связи с этим фактором нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Какими характеристиками Писание наделяет благочестие как Бога, так и человека? Какое назначение призвано выполнять благочестие в отношениях Бога с человеком и человека с Богом? Какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать своим благочестием или же своим благоволением с благоволением Бога? По каким признакам следует определять, что наше благочестие действительно сработает с благочестием Бога? В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнять, чтобы обратить на себя благоволение Бога в достоинстве Его благочестия или благоволения? В связи с этим мы уже рассмотрели ряд условий, исполнение которых обращает на нас благость Бога в Его благоволении. Сегодня мы обратим наше внимание на выполнение следующего условия, которое призвано обратить на нас благость Бога в Его благоволении. Это необходимость почитать отца своего и мать свою и повиноваться своим родителям в Господе. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо. То есть Бог говорит, что Он даст нам свое благоволение. И это благоволение будет выражаться в том, что ты будешь долголетен на земле. Ефесянам 6, 1, 3. Мало кто когда-либо обращал внимание на эту заповедь, о которой сказано, что это первая заповедь с обетованием. А посему, исходя из того, что родители, боящиеся Бога, представляют отцовство и материнство Бога, человек, оказывающий повиновение своим родителям в Господе, рассматривается Писанием как человек, оказывающий благоволение самому Богу. И такое благоволение, оказанное Богу в лице своих родителей, является первой заповедью, которая вознаграждается благоволением Бога, дающим человеку долголетие на земле. При этом следует рассматривать не только буквальных родителей в лице отца и матери, которые боятся Бога, но также и родителей, боящихся Бога в лице человека, представляющего отцовство Бога в конкретном собрании святых, в лице самого собрания, которое является матерью всем нам. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии, соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Галатам 4, 25-26. То есть Бог говорит о том, что Церковь Иисуса Христа или определенное собрание конкретное, где человек является членом Церкви, является для него матерью. А человек, который представляет отцовство Бога и поставлен Богом, нести ответственность за это собрание, представляет полномочия отцовства Бога. Согласно греческому лексикону Стронга, слово «долголетний», определяющее награду Бога за повиновение своим родителям в Господе, означает, внимание, означает «долговечный» или же «вечный». То есть Бог пообещал людям на земле вечность в земных телах. Они смогут в земных телах обрести вечность. Никогда на это никто не обращал внимания, что долголетие – это не просто многие лета, а это долговечность, это вечность. Отсюда следует, что человеку, оказывающему благоволение Богу в послушании своим родителям в Господе, дается обетование бессмертия на земле или же в измерении времени, в земных телах. Таким образом, обетование бессмертия на земле в измерении времени, которое содержится в этой заповеди, является обетованием, относящимся к преддверию нашей надежды. В обетовании долголетия на земле Бог обязался, что в телах исполнителей этой заповеди будет разрушена и с шумом низвергнута держава смерти в лица ветхого человека с делами его, и на ее месте будет воздвигнута держава жизни вечной. И напротив, человек, не повинующийся своим родителям в Господе, будет проклят и наследует вечную погибель. Проклят злословящий отца своего или матерь свою, и весь народ скажет «Аминь». Второзаконие 27, 16. Как видите, эта заповедь была утверждена Богом или же уже ратифицирована Израилем с вершин Гевала и Горизим. В книге притчей человек, не повинующийся своим родителям в Господе. Видите, я делаю все время ударение, потому что Писание сделало ударение в Господе, мы должны повиноваться. И повиноваться только родителям, которые боятся Бога. Такой человек рассматривается, как человек, насмехающийся над своим отцом и пренебрегающий покорностью своей матери. Возмездием за нарушение этой заповеди гласит «Его глаз выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, «Выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». Притча 30.17. Учитывая, что это притча, понимать ее в буквальном смысле было бы нелепо и неразумно. Например, слово «глаз» или «око» на иврите в данной притче означает «источник» или «родник», что указывает на сердце человека, который является источником, из которого проистекают либо потоки беззакония, либо потоки жизни. И в зависимости от состояния сердца из этого источника может изливаться как добро, так и зло. Глазом в образе доброго источника или родника в сущности человека является добрая почва сердца, способное принимать и взращивать доброе семя, несущее в себе откровение о нашем искуплении от закона греха и смерти, а в частности об искуплении нашего тела от закона греха и смерти. «В то время как глазом в образе худого человека, в сущности человека, является худая почва сердца, способной принимать и взращивать худое семя предметы тернии и волчьца. Светильник тела есть око». Там написано, «выклюют вороны дольни, если ты будешь насмехаться над отцом, пренебрегать». Светильник тела есть око. «Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло или светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе не есть ли тьма, если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Луки 11, 34, 36. «На иврите насмехаться над отцом означает оспаривать его решение, глумиться, издеваться и поносить. Пренебрегать же покорностью к матери своей на иврите означает выказывать ей презрение, надмиваться и бесчестьить. Вороны дольни на иврите – это вороны долины, обитающие у речных потоков воды, под образом которых подразумевается правда Бога, стоящая на страже границ святости в лице святых, наделенных полномочиями царей и священников Бога». Это они называются потомками этих воронов дольних, которые выклюют глаз, если ты будешь пренебрегать покорностью к матери своей и насмехаться над отцом. А птенцы орлинные в оригинале – это не просто птенцы, которые еще не оперились, это потомки орлов, которые несут в себе ту же генетику, которую орлы. Речь идет не просто о птенцах в этой притче, а о взрослых особях. Это потомки орлов, обладающие острым зрением, под образом которых подразумеваются пророки Всевышнего, наделенные властью и силой провидеть желания, находящиеся в сердце Бога и приводить в исполнение правду желаний Бога в Его справедливых судах. Возвращаясь к благоволению Бога, обещанного людям, которые повинуются родителям своим, в Господе следует, что повиновение своим родителям мы призваны оказывать только в правовом поле, что означает в границах заповедей Господних. Это не только родителям любой человеческой власти мы призваны оказывать повиновение только в границах заповедей Господних. А следовательно, повиновение своим родителям вне границ заповедей Господних будет инкриминировано нам как тяжкая форма беззакония, за которой нам придется разделить судьбу со своими родителями, которые воспротивились истине. Это наглядно можно видеть из слов Христа, обращенных к одному из своих учеников, который полагал, что он должен чтить своих родителей независимо от их отношения к истине, которую проповедовал Иисус. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет где преклонить голову». То есть он отказал этому книжнику, чтобы он следовал за ним, потому что он говорит, «В твоем сердце, твое сердце является местом, где живут лисицы. Оно все в норах. Твое сердце – это место гнезда там для птиц небесных, для нечистых птиц, для нечистого мышления. Другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за мною и представ мертвым погребать своих мертвецов». Матфея 8, 19, 22. То есть Христос объявил, что родители, которые потеряли страх Господень, отказались признавать истину, исповедуемую Христом, что они являются мертвыми, и чтить их противопоказано. Их следует оставить и последовать за Христом. Эти слова Христа не противоречили закону Моисея, так как родители, которые знают Бога и противятся истине, по словам Христа, необходимо было оставить и возненавидеть. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником. В Луке 14, 26, 27. Это записано также и еще в двух Евангелиях. Данное обращение Иисус связал с составлением дома нашего Отца и нашей жизни через несение нашего креста, который мы ранее рассматривали в образе ига, который мы призваны нести с нашей юности, чтобы заплатить цену за право быть его учеником и таким образом обратить на себя его благоволение. «Эталоном размежевания со своим народом и с домом своего Отца является Авраам, который по повелению Бога оставил своего Отца Фару в Харане на 145 году его жизни, после чего Фара жил еще 60 лет и умер в возрасте 205 лет в Харане. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома Отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Бытие 12, 1, 4. «Повеление размежеваться с домом нашего Отца в лице своих родителей и прочих родственников, воспротивившихся истине, представлены в Писании как явление святости Бога, без которой никто из нас не увидит Господа». Вот как об этом описали сыны Кореевы, начальнику хора. Это 44-я песня, песня сынов Кореевых, на музыкальном орудии Шашан. То есть орудие, которое называлось «Селилия» – учение сынов Кореевых, песен любви. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Это как раз то, что к евреям приводит апостол Павел о Христе и также о каждом из нас. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, боли и соучастников твоих. Все одежды твои, как смирно и алой и кассия из чертогов слоновой кости, увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя стала царица одесную тебя в афирском золоте», то есть по правую сторону тебя. «Слыши, чер, слушай, дочи, смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и вожилай царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице твое. Вся слава через царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за ней ведутся к тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем, с ликованием, входят в чертог царя». То есть здесь раскрывается процесс размежевания. И, конечно же, если люди не понимают, не осознают этого процесса, опровергают его, и для них дом их отца весьма велик и драгоценен, и они готовы поплатиться святостью, они даже не знают, что они теряют вечность. Они не смогут размежеваться со своими ветхими желаниями, они ничего не смогут, ветхий человек даже не проявится в них. Ветхий человек тогда начинает проявляться, когда вы со своим народом расцветались из домов вашего отца. Вот только тогда он покажет свой оскал. А до этого ему не надо показывать свой оскал, он будет очень добреньким, потому что вы благоволите к дому вашего отца и к вашим родственникам, которые воспротивились истине, и о которых Господь сказал, оставьте их и следуйте за Мною. Хорошо. Следующее условие для сработы нашего благоволения с благоволением Бога, в избирательной любви Бога, состоит в том, чтобы принести первый сноб нашей жатвы к священнику. И сказал Господь Моисею, Левитам 23,9-13, «Объяви сынам Израилем и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноб жатвы вашей к священнику, он вознесет этот сноб пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник, и в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу Агнца Однолетнего, без порока, и с ним хлебного приношения две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание, и возлияние к нему четверть гина вина». Исходя из имеющегося постановления, выполнение которого призвано обратить на нас благоволение Бога, нам необходимо будет ответить на ряд вопросов, что следует подразумевать под землей, которая призвана стать нашим уделом. Что следует читать первым снопом на своей жатве, приношение которого обратить на нас благоволение Бога, учитывая, что благоволение Бога – это его ответная реакция на наше к нему благоволение. Встает следующий вопрос. Исполнение какого обетования следует рассматривать благоволением Бога в данном постановлении? Потому что само по себе благоволение Бога – это не только его ответ на наше к нему благоволение, но это также и обетование, которое является наградой за исполнение его воли. И в четвертый вопрос. Каким образом и в каком порядке следует приносить первый сноп жатвы к священнику? При рассматривании ответа на первый вопрос, что следует рассматривать под землей, и которая призвана стать нашим уделом, в имеющемся повелении следует обратить внимание на два момента или же на первые две фразы. Первая фраза. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им». Эта фраза говорит о том, что подобное повеление мы можем получить и уразуметь только в одном случае, если мы будем иметь органическое причастие к сынам Израилевым в лице конкретного собрания святых, ориентированных на поклонение Богу в Духе и Истине во главе с человеком, обладающим полномочиями Моисея, то есть полномочиями отцовства Бога. Если собрание, в которое вы ходите, не ориентировано на поклонение Богу в Духе и Истине, и во главе стоит избранное лицо демократическим путем или лицо, которое само себя поставило, то, разумеется, мы такого повеления от Бога не можем получить и не сможем уразуметь этого постановления, через которое мы могли бы получить благоволение Бога. И вторая фраза, «Когда придете в землю, которую я даю вам», которая говорит о том, что не ко всякому человеку может быть обращено это повеление, и не всякий человек сможет уразуметь и воспринять подобное постановление, а только тот человек, который вышел из рабства Египта, чтобы идти и овладеть хананскую землею, которую Бог дал в удел Авраму и семени его, или же потомкам его по вере. Таким образом, под уделом хананской, под уделом земли хананской, в зависимости от имеющегося контекста, мы одновременно будем иметь в виду как наше тело, так и почву нашего сердца, призванную приносить Богу плод Духа, который будет являться нашей жатвой. А посему освободиться от рабства Египта своей души посредством десяти казней, которые мы в соработе с истиной Креста Христову призваны навести на нашу землю и на ветхого человека, еще не означает, что мы пришли и овладели землей ухананской, овладение которой состоит в получении усыновления и искупления нашего тела от закона греха и смерти. То есть выход из земли египетской еще не означает, что мы вошли в землю хананскую. Да, мы вышли из земли египетской, но мы еще не вошли в землю хананскую. То есть да, мы совлеклись ветхого человека с делами его, но мы еще не обновили наше мышление, и мы еще не облеклись в нового человека, в хананскую землю. Вопрос второй. Что следует считать первым снопом на своей жатве, приношение которого обратит на нас благоволение Бога, когда мы придем в землю хананскую? И чтобы ответить на этот вопрос, необходимо дать определение жатве, из которой необходимо выделить первый сноп и принести к священнику, чтобы он вознес его к Богу. А чтобы пролить свет на определение первого снопа жатвы, нам следует иметь в виду, что жатва или урожай – это результат того, что в свое время мы посеяли на своем поле. И если мы определим наш посев, то мы определим и жатву в целом. И тогда нам станет предельно ясным, выполнение какого условия следует считать возношением первого снопа. Учитывая, что возношение первого снопа являлось началом праздника жатвы, нам придется сделать некоторую экскурсию в историю праздника жатвы. Всякий праздник жатвы, включая саму жатву, мог выпадать на любой день недели и длиться в течение семи дней. Являлся субботой Господней, и всякая суббота Господня являлась праздником Господним. То есть всякий праздник являлся субботой Господней и мог длиться в течение семи дней, и мог выпадать на любой день недели, тем не менее называться субботой Господней. Поэтому те, которые чтят буквальную субботу, как они смогут объяснить это место Писания? Или вообще повеление, что всякий праздник тоже является субботой, который длится в течение семи дней. И иногда он начинается не с субботы, а с середины недели или с первого дня недели, и длится семь дней. И он является субботой. Как объяснят люди, которые думают, что они должны чтить буквальный день? Но мы с вами знаем, что суббота – это вечный день, под который просматривается тело Христова, в котором Бог возвеличил свое слово превыше всякого своего имени. Это тело Христова во главе со Христом, в которой успокаивается Бог. «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». Исход 23.16. При этом следует сделать ударение, что сама по себе жатва распределялась на самом деле на три периода и всегда являлась праздником, представленным в Новом Завете определенным обетованием. Вообще всякий праздник – это обетование Божие. Всякий праздник представляет одно из имен Бога, в котором содержится определенное обетование Бога. Первый период праздника жатвы ассоциировался с Песох и с праздником опресныхов, в котором на другой день праздника, в первый месяц года 16-го числа, необходимо было принести первый снов жатвы к священнику, чтобы обрести благоволение Бога. Праздник Песох называется Хак-Авив. Он отмечался в течение семи дней, с 14-го Ниссана до 21-го Ниссана, по нашему календарю с 31 марта по 6 апреля, в память о выходе евреев из египетского рабства. В Библии название еврейского праздника Песох означает праздничную жертву Агнца Песох. Слово Песох является производным от глагола хромать, а затем получившего смысл перескочить через что-то или оставить нетронутым. Когда Господь поражал в Египте первенцев, Он не затронул дома евреев, перескочил через них. Вот что означает Песох. Иногда в нашем переводе это «И я пройду мимо, увижу кровь и пройду мимо». В оригинале же «Как мимо?» «Перескочу, потому что ему нельзя, ему нужно идти прямо». И он перескакивает через этот дом и следует к следующему дому. В первый день праздника заповедано было есть пасхальную жертву. Это праздник весны и начало жатвы, 14-го Ниссана. На второй день праздника Песох совершалось приношение ячменя Минхат Амер, после чего разрешалось употреблять зерна нового урожая. Таким образом, 14-го Ниссана, месяц Авив, вечером отмечался Песох, который указывал на истинного Агнца, принесенного за грех мира. На другой день 15-го числа начинался праздник опресноков, имеющий величайшее духовное значение жить Христом и питаться Христом. В 11-м стихе 23-й главы, которую мы прочитали ранее, Левит, мы читаем следующее. На другой день праздника вознесет его священник, то есть первый снов. Отсюда следует, что священник потрясал снопом на второй день праздника опресноков, который соответствовал 16-му числу первого месяца, то есть третьему дню от праздника Песох. А посему принесение своего первого снопа жатвы к священнику указывало на наше воскресение со Христом из мертвых и делало нас причастниками первородства Христа. Обратите внимание, это делало нас причастниками к воскресению. И это мы должны были принести этот плод. Вы помните, этим плодом у Еноха являлся Мафусал, его первенец. То есть, что он сделал, этот Мафусал, уничтожающий смерть? Оказывается, этот сноп первый являлся Мафусалом нашим. Что такое принести первый сноп Богу? Это представить победу над смертью, которая живет в нас в лице ветхого человека. Поэтому в Писании все первородное являлось собственностью Бога и возводилось в достоинство величайшей святыни Господней. Причастность именно к этому первому периоду праздника Жатвы, в котором первый сноп Жатвы приносился к священнику, давал право на власть входить во второй период Жатвы. А потом, написано после этого, Енох родил сынов и дочерей. Второй период праздника Жатвы назывался праздник Шавуот. Праздновался с 6 по 7 сивана, месяц сиван. Это с 20 мая по 21 мая. И в Торе назывался Хак Абекурим. Праздник Шавуот это праздник первых плодов, который назывался также праздником Пятидесятницы, праздником Седмицы, праздником Урожая. То есть после этого он следовал. По сути, это был праздник освобождения от всякого долга и от всякого вида рабства, что указывало на освобождение нашего тела от рабства царствующему греху в нашем теле, за которым стояла власть ветхого человека с делами его. Практически праздник Пятидесятницы это не просто сошествие Святого Духа, а принятие Святого Духа в свое сердце, как Господа и Господина в своей жизни. И основанием для принятия в свое сердце Святого Духа, как Господа и Господина в своей жизни, являлось наше причастие к первородству Христа посредством принесения своего первого снопа жатвы к священнику. То есть мы не можем воспользоваться Пятидесятницей, если мы не принесем первого плода. То есть, разумеется, мы приносим его, когда начинаем почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Только тогда мы получаем право на вхождение в Пятидесятницу. Не на право получить крещение Духом святым со знамением иных языков, а на право принять Святого Духа, как Господа и Господина в своей жизни, а это разница, как небо и земля. Большинство людей, говорящих на иных языках, это люди, не имеющие Духа и которые не приняли Святого Духа, как Господа и Господина в своей жизни. Их душа находится в рассвете, служит Богу, их плотской ум ведет их к служению Богу. Поэтому причастность ко второму периоду жатвы, в свою очередь, давала власть входить в третий период праздника жатвы. Мы же должны рассматривать в первом снопе жатвы, что он отвечает за всю жатву. Вы принесли первый сноп, и поэтому вся жатва теперь будет благословена. Вы наследуете все, но первый сноп вы отделяете. И вот причастность ко второму периоду, когда вы принимаете его как Господа и Спасителя Христа, он дает вам право войти в третий период жатвы. Это все одно, но там есть периоды. Третий период праздника жатвы назывался в Израиле праздником Суккот. Он долился с 15 по 23 Тишерея, это с 24 по 30 сентября. Он связан был с выходом евреев из Египта. Это праздник сбора урожая, который завершал сельскохозяйственный год. Праздник Суккот назывался праздником Кущей. Это еврейский осенний праздник, празднуемый в еврейском месяце Тишерея в конце сентября. И отличительной особенностью праздника Суккот являлась заповедь жить в особом шалаше, называемом Сукка. На еврейском это шалаш. Суккот продолжался 7 дней, и все это время принято было жить в шалашах в память об облаке славы, которая защищала народ Божий от знойного солнца пустыней днем и согревала и светила им ночью во времена исхода их из египетского рабства. Они в течение 40 лет жили в таких шалашах. Причастность к образу праздника Кущи это свидетельство и гарантия того, что когда придет время к восхищению положенной Отцом Небесным в своей власти, мы будем восхищены встретением Господу на воздухе. Интересно, что в Торе три праздника Песах, Шавот и Сукот определены в одну группу. Вместе эти три праздника называют Шалош Регалим, то есть три паломничества. Шмот Исход 23-14 три раза в году празднуй мне. Обетование, содержащееся в трех праздниках паломничества Песах, Шавот и Сукот давали Богу основания прогнать все враждебные народы с нашей земли, под образом которой мы рассматриваем разрушение в нашем теле державы смерти и низвержение из нашего тела царствующего греха, за которым стоит ветхий человек с делами его. Эти три праздника являлись обязанностью для каждого еврея подняться на Сионскую гору в Иерусалим, чтобы принести в храме специальную жертву паломника. Шесть дней работай, а в седьмой день покойся. Покойся и во время посева и жатвы, и праздник седьмит совершай, праздник начатков жатвы, пшеницы и праздник собирания плодов в конце года. Три раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лице владыки Господа Бога Израилева. Ибо я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лице Господа Бога твоего три раза в году. Это три паломничества, включающие три периода жатвы. Нашим полем или почвой для посева и жатвы посеянного является почва нашего доброго сердца в достоинстве нашей совести, очищенной от мертвых дел, способной принимать и взращивать доброе семя Царства Божие в лот древа жизни. Добрым семенем, содержащим в себе информационную программу Царства Небесного, является начальствующее учение Иисуса Христа пришедшего во плоти, призванное осудить грех в нашей плоти, чтобы освободить наше тело от рабства царствующего греха во плоти в измерении времени, как написано. И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил, не освободит, а уже освободил меня от закона греха и смерти. То есть здесь идет явно намек, когда мы называем несуществующее существующим. И как закон ослабленный плоти был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Римлянам 8, 1, 4. Итак, если совесть человека через наставление веры не будет очищена от мертвых дел, почва человеческого сердца останется недоброй или же непригодной для возделывания и принятия доброго семени, в силу чего у такого человека не будет никакой возможности в смирении принять насаждаемое слово, чтобы от него возрасти во спасение. Мертвые дела – это дела плоти, но добрые дела, когда плоть сама решает проповедовать, евангелизировать и творить добро, когда этот человек делает не под воздействием Святого Духа, а под воздействием плоти. Под воздействием плоти человек начинает благотворить разным миссионерским организациям. Практически мы не имеем права благотворить ни одной миссионерской организации, кроме той, в которой мы находимся, ту, которую осуществляет поместная церковь. Никакой. Потому что большинство миссионерских организаций, они вообще не связаны с церковью никоим образом, не церковью основаны. Это обыкновенные организации, которые основаны людьми. И эти организации являются бизнесом. А люди не видят этого. Их используют, их посылают, их обучают. Они бедные едут и думают, что они волю Отца Небесного исполняют. земель Но это не церковь. Видите, церковь всегда миссионерская организация или организ... а миссионерская организация не всегда церковь. невеста всегда церковь, церковь не всегда невеста поклонник Бога, воин молитвы всегда помазанник Господень а помазанник Господень не всегда поклонник Бога Давид был поклонником Бога и помазанным Саул не был поклонником Бога но был помазанным поэтому никогда не путайте эти вещи Нам нужно всегда эти вещи прекрасно отличать. После того, когда человек принял оправдание и спасение в свое сердце, дарованное ему во Христе Иисусе даром, человеку необходимо очистить свою совесть от мертвых дел. То есть, когда он принимает оправдание, его совесть в это время не очищается от мертвых дел. Ему дается карт-бланш на то, чтобы очистить свое сердце посредством имеющего оправдания, которое дано как залог. И временем, в котором человеку дано начать процесс очищения своей совести от мертвых дел путем предложенного ему освящения на неуказнительных условиях истины Писания, это время, когда он должен оставить жизнь младенчества, в котором он не способен отвергать зло и принимать добро. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Ефесянам 4, 14, 16. Категория младенцев, колеблющихся и увлекающихся всяким ветром учения, это категория душевных или плоских христиан, для которых благовествуемая истина в достоинстве начальствующего учения Христова воспринимается не только как безумие, но и как личное оскорбление. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно, но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов, пишет апостол Павел по отношению себя и своих учеников. Общаться и говорить с душевными людьми о порядке Царства Небесного в теле Христовом занятие опасное и бесполезное. «Не бросайте святыни псам». Это псы и это свиньи. Они сами признают себя псами и свиньями. Когда начинаешь объяснять, кто такая свинья, по Писанию они кричат, «А-а-а, ты свиньями нас называешь! Мы сюда пришли покой найти, а ты свиньями нас называешь!» То есть они сами свидетельствуют о том, что они свиньи, потому что я не называю никого свиньей. Я показываю, что такое свинья по Писанию, и что такое пес. Я не говорю, это вы или я. Я отношу это слово к себе и ко всем, это Писание. Но почему-то они считают, что их оскорбляют таким образом. Поэтому, видите, когда вы начинаете говорить о духовных вещах, они принимают это как оскорбление. А это опасно, когда они оскорблены, тогда они начинают нападать на вас. И они могут практически иногда физически вас уничтожить, если Бог не защитит вас. Вы будете говорить таким людям и указывать им на величие и необходимость порядка истины, записанной в священной книге. А этот человек, как говорит русская пословица, будет видеть фигу. Смотреть в книгу и видеть фигу. Русская пословица говорит, когда он неразумно не понимает. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». 1 Коринфянам 3.1. «Исходя из определения Писания, имеющееся младенчество – это осознанное и волевое противление праведности Божией делами собственной праведности. И если человек не обличется в мантии ученика Христова, почва его сердца никогда не будет способной в кротости принимать насаждаемое слово». Видите, младенец, о котором здесь пишет, или та категория младенцев, о которой пишет Павел, они не ученики. Если он увлекается всяким ветром учения на просторах интернета, он не может быть учеником. Ученик – это человек, признающий одного конкретного учителя и его помощников. Поэтому не может и тот, и тот, и тот. Я смотрю всех, я следую всем. Один говорит тому, немного будем брать оттуда, немного отсюда. И куда же вы придете? Представьте себе женщину, которая спит со всеми. Я буду брать и оттуда, и оттуда. Как эту женщину называют? Да еще, если ей не платят, а она за это платит. Бог говорит об Израиле, ну ладно, там проститутка, а она зарабатывает, ей за это платят, а ты сама платишь за то, чтобы с тобой спал всякий мимо проходящий тебя. Один не говорит, а я не считаю, что я вот по интернету хожу, что я вот раскидываю ногу перед всяким мимо проходящим. Один из пасторов, так называемых, который возомнил себя тоже отцом и сказал, что он так не считает, поэтому он будет обращаться и обращается туда. Я говорю, ну да, душевный человек никогда не считает то, что говорит Писание. Саул же всегда говорит, я решил, что вот это будет лучше. Он же не считает, что сказал Самуил за истину конечной инстанции. Конечная инстанция истины у него, это его собственная голова. И я подумал, это будет лучше для Бога твоего. Он говорит, что ты натворил. Ныне Господь отверг тебя. Это волшебство, это колдовство. Но они говорят, а я это не считаю, что я являюсь вот такой уникальной проституткой. Поэтому вот здесь говорится о таком младенчестве. Есть другой вид младенчества, о котором говорится, будьте как дети, которые признают только свою мать и только своего отца, и которые отличают свою мать и голос своего отца от голоса десяти тысяч других. Есть другой вид младенчества. Но Павел здесь написал об этом. Не надо всех в одну кучу сваливать, в один род. Это младенчество увлекается всяким ветром учения. Младенец чувствует только утешение на груди своей матери. Он ее знает по запаху, по тембру голоса. И от другого бежит, боится другого голоса. Итак, третий вопрос. Исполнение какого обетования следует рассматривать благоволением Бога в данном постановлении? Потому что само по себе благоволение Бога, как мы говорили, это не только ответ на наше к Нему благоволение, но это также обетование, которое является нашей наградой за исполнение Его воли. В Писании такой наградой является власть на право вкушать плоды древа жизни, имеющие ухо да слышать, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Откровение 2.7. Плод древа жизни, произрастающий из доброго семени в нашем сердце, выражает себя в достоинстве кроткого языка, который является жезлом и престолом Царства Небесного в теле человека. Кроткий язык древа жизни, но не обузданы сокрушения Духа. Притча 15.4. Кроткие уста – это результат кроткого сердца. Они работают как одна команда. Заповеди, содержащие в себе обетование в кротком сердце, определяют добрые цели и мотивы, в то время как кроткие уста приводят эти добрые мотивы в исполнение. Плод праведника древа жизни мудрый привлекает души. Так праведнику воздастся на земле, тем паче нечестивому и грешнику. Притча 11.30.31. Плод древа жизни в добром сердце человека призваны послужить для него воздаянием на земле, то есть наградой. Указывает на награду в достоинстве державы жизни в теле человека, которая дано будет ему в измерении времени, чтобы служить для него свидетельством, что он угодил Богу. А посему в данном случае жатва в целом – это награда за исполнение заповедей Господних и за ожидание с терпением обетования, призванного исполниться в измерении времени. Псалом 18.10.12. Страх Господень чист пребывает вовек. Суды Господни истинно все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого. Слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими в соблюдении их великая награда. Отношение к великой награде за принесение первого снопа рассматривается как наше отношение к награде, которое является первостепенной как в очах Бога, так и в очах человека. А посему вознести первый сноп – это представить тело свое в жертву живую, святую и благоугодную Богу для разумного служения, что на практике означает доверить Богу искупление своего тела от закона греха и смерти в измерении времени. Разрушение державы жизни, смерти в нашем теле в измерении времени и воздвижение державы жизни как раз и является первостепенной наградой как в очах Бога, так и в очах человека. Вот Господь объявляет до конца земли, скажите через Сиона, грядет спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним, и назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом, не оставленным. Исайя 62, 11-12. Разумеется, это пророческое насказание явно говорит не о том, когда мы будем уже на небесах, а о том, когда мы еще будем на земле. Практически принесение первого снопа жатвы к священнику – это ратификация или же утверждение в нашем теле Царства Небесного в имеющейся державе жизни. Когда мы через наставление веры принимаем обетование в достоинстве державы жизни для нашего тела, которое является Царством Небесным в нашем теле, не в нашем уме, не в нашем духе, а в нашем теле, Бог получит основание соделать из несуществующей, существующей, когда придет время для исполнения этого обетования, положенного им в своей власти. Утверждение державы жизни в нашем теле – это знак того, что мы приобрели благоволение Бога. А почему, чтобы Бог получил основание утвердить или же ратифицировать уже имеющуюся в нашем теле державу жизни, нам необходимо будет принести сноп, то есть принести при принесении снопа жатвы еще нечто. То есть, это вопрос, каким образом и в каком порядке следует приносить первый сноп жатвы к священнику. Что нужно при первом снопе жатвы к священнику еще принести? Чтобы вам приобрести благоволение на другой день праздника, вознесет его священник и в день возношения снопа принесите во все сажения Господу агнца однолетнего без порока и с ним хлебного приношения две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем. В жертву Господу приятное благоухание и возлияние к нему четверть гина вина. Левитам 23, 9, 13. Интересно, что слово возносить на иврите означает отделять святое от несвятого или же восхождение к престолу власти. Как мы с вами говорили, овцы чистые, но только та овца, которая берется и возносится Богу, становится святой. Жатва вся это награда, но святой становится тот сноб, который отделяется для Господа. Мы же не всю жатву приносим, и Бог не потребовал, чтобы мы всю жатву принесли. Он сказал, принесите сноб от этой жатвы, и когда вы приносите сноб жатвы, этот сноб освещает всю жатву. Вся жатва делается святой за счет первого сноба. возношение это приношение, это начаток, это первый сбор, это царский покос, это наилучшая доля плода, это лучшая часть. А вот потрясать, то есть ее нужно было вознести и потом потрясти, священник должен потрястись, но потрясение означает на иврите огненная жертва, сжигаем жертвоприношение, восстановление в правах, возмещение за нанесенный урон, мир, безопасность, здоровье, благоденствие, жертвоблагодарение. Итак, приношение в жертву всесожжения однолетнего агнца без порока при потрясении первого сноба это доказательство нашего оправдания, приведенное нами Богу, которое мы приняли на условиях Писания, потому что однолетний это год, вообще в Писании год означает год господен, он взят от времени и поставлен над временем, он не обозначает какой-то отрезок времени, слово год это вечность и он не связан с временем, год моих искупленных настал, как мы говорили, и однолетний агнец, он говорит о вечности, что вечное оправдание приобрел, мы должны знать, что когда мы принимаем оправдание, мы должны принести, что у нас вечное оправдание, что это оправдание, которое мы приняли, оно обладает статусом вечности, хлебное приношение двух десятых частей ев и пшеничной муки, смешанной с елеем, это доказательство, которое мы должны принести при потрясении снопа, что в нашем сердце пребывает святость истины в достоинстве Тумима и Урима, десять это закон, это совершенство закона. Почему две десятых части? Потому что представлены Тумим и Урим. Тумим это истина начальствующего учения, а Урим это откровение Святого Духа, раскрывающего эту истину и представляющая елей. Сама по себе истина не может быть елеем без смешения, только при соединении с елеем, с Духом Святым эта истина оживает, она становится совершенно другой. А вот возлияние в четверти гина вина это доказательство, что в нашем сердце пребывает непорочная радость. Мы с вами каждый раз, когда заканчиваем наше служение, провозглашаем этот удивительный манифест, что Бог силен поставить нас пред Собою в непорочной радости. Потому что если наша радость будет иметь на себе порок, мы не увидим лица Господня. Наша радость должна быть беспорочной, а это плод радости. Беспорочная радость это древо жизни, это закон духа жизни, это держава жизни в нашем теле. Только она не имеет порока на себе. Это настоящее торжество, это первый сноб, это наш Махусал. Я верю, что когда вы верою приняли это обетование, вы верою приняли семя своего первенца Махусала. Возможно, некоторые уже его родили и уже исповедуют это, называя несуществующее существующим. Продолжайте это делать, и вы будете благословенны пред Господом. Теперь у вас есть первый сноб Махусал. Вы приносите при нем и благодарите Бога. То, что мы слышим, все эти образы Писания не просто были написаны для нас. Зачем было Богу писать это все и оставлять нам эти образы? Да для того, чтобы потом мы на этих образах могли увидеть, каким образом мы призваны воцарить в нашем теле державу жизни вечной в измерении времени. Это одно из славных обетований, к которому Бог стремился из всей вечности. Он до сих пор томится и желает наконец-то восторжествовать в теле своих искупленных, наконец-то войти и стать жить в этом доме. И, конечно же, когда он начнет жить в этом доме земном, несмотря на то, что оно еще земное и непрославленное, тем не менее, присутствие державы жизни вечной изменит наши тела уже здесь на земле. Оно не сделает их славными подобно славному телу Господа, потому что это произойдет только в момент восхищения, но оно сделает, по крайней мере, эти тела такими, которые будут наводить ужас на преисподнюю, на этот мир и будут восхищать ангелов небесных. Ангелы небесные придут в трепет от земного тела человека, которому они служили, вынуждены были служить. Теперь и они сами облекутся в эту славу и будут служить уже нетлению и бессмертию. Сегодня ангелы Божии служат тленному и смертному, будучи бессмертными. Но когда мы приняли это обетование, им уже сделалось легче служить нам. А когда придет время перед восхищением, а оно уже, как говорится, мы стоим на стыке этого времени, посмотрите, что происходит в мире, посмотрите, что происходит в природе, посмотрите, что происходит в религиозном мире. Все это говорит о том, что мы очень близки к тому, когда Небесный Отец скажет довольна. И это произойдет. Склоним наше колено, кому невозможно голову, будем молиться и все желающие бросить вызов греху, в которое не попали, в рабство греха, в рабство своих страстей. Мы ждем вас для того, чтобы Господь мог освободить вас. Верьте, что Он может вас освободить. Вы сами не сможете этого сделать. Вы это желаете, но сделать не сможете без Него. Приходите к Нему, Он избавит вас от страха болезни, от страха смерти, от страха голода, от любого вида страха, любой фобии. Аминь. Будем молиться. Мы ждем вас. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне, Он за вас. Он не против вас. Он возлюбил вас вечную любовью. Он силен исполнить свое слово, если вы доверитесь Ему, что бы ни происходило с вами, несмотря на то, что вы чувствуете, что вы в цепких лапах греха, что вы рабы, и что вы сами не можете выбраться. Бог может это соделать. Продолжайте идти к Нему. Исповедуйте грехи ваши, и Он явит милость свою. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам в знак того, что Господь даст вам то, что вы просите. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к тебе с разбитым сердцем. Смирная тоска объяла меня. цепи греха сковали меня. Я встретил тесноту и скорбь, но я взываю к тебе из тесноты моей. Услыши голос мой, я люблю тебя, я ненавижу грех, разбей путы греха, разрушь оковы тления, исцели душу мою. Я верю в твое слово, я верю в силу твою, в силу твоей крови и в силу креста твоего. И прямо сейчас перед небом и адом. Я хочу исповедовать, что согласно твоего слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я освобожден, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, а десную тебя к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придется это на тебя и на потомство твое и исполнится на тебе. И весь народ скажет Аминь. Духу Святому угодно, чтобы мы не отчаивались. Если кто-то из вас выйдя и до следующего собрания снова впадет в грех, но вы ненавидите грех, вы впадете только потому, что вы рабы греха, но продолжайте исповедовать и называть несуществующее существующим. Продолжайте почитать себя мертвыми для греха живыми для Бога. Писание говорит, если праведник семь раз упадет, встанет. Он праведник. Бог не расценивает вас нечестивыми беззаконниками, если вы пали под зависимостью греха. Верьте, что придет день, когда вы будете свободны. Если Бог мог сделать это со мной и с некоторыми из вас сделает со всеми. Я благодарю Бога моего и вновь свидетельствую пред вами. Бог сделал меня свободным от греха. Не в том, что я почитаю себя мертвым, а в буквальном смысле свободным. Грех уже не имеет во мне власти понукать мною и руководить мною. И я не склоняюсь пред ним. Поэтому Он сделает это и с вами. Потому что вы следуете за мной так, как я следую за Христом, за истиной. Вы принимаете ту истину, которую Бог открыл для вас мне. Не потому, что я такой хороший, а потому, что Он возлюбил вас. Поэтому не падайте духом, верьте словам Господа и будет вам успех. А теперь давайте провозгласим нашу радостную торжественную манифестацию в нашем богослужении, могущем уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. 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 Аминь.